здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать в мой влог меня зовут дмитрий здесь мы говорим обсуждаем и дегустируем виски что у нас сегодня сегодня у нас вот это вот бутылочка и дистиллерия которая называется glen moranji glen moranji внимание ударение надо ставить на последний слог как оранжи glen moranji ok glen moranji glen moranji дистиллерия которая находится у нас в регионе хайланд причем glen moranji является самой северной дистиллерии в хайланде ну и наверное одна из самых северных дистиллерий в шотлайн вообще дистиллерия glen moranji очень интересная дистиллерия очень очень известная популярна основана она была в 1843 году причем основана она была на месте находится она недалеко от инвернеса инвернес это город тоже на севере шотландии вот основана она была на месте пивоварни в деревушке где она находится была с 1738 года находилась там пивоварня которая называлась moranji в этой деревне вот и в 1843 году она была куплена и вильямом мэттисон вилям мэттисон по моему да его зовут звали точнее вот в 1843 году она была куплена вильям мэттисоном он поставил он переделал эту дистиллерию то есть переделал эту пивоварню сделал из нее дистиллерию привез он 2 перегонных куба туда то есть ну соответственно один перегонный клуб у нас ушстилл так называемой первый перегонки второй сперить стильл. интересная деталь перегоны клубы были не новая то есть не для него были сделаны он купил их секонд-хенд и еще такая интересная деталь что в этих перегонных клубах до этого делали джинн а не виски. Но это были первые перегонные кубы. Забегая вперед, сейчас скажу, что Дистиллер Геленмороджи имеет 12 перегонных кубов. 6 Ворс стил и 6 Спирит стил. Вот, то есть 12 перегонных кубов. Как я уже сказал, в 1843 году образовалась она. В 1918 году она была приобретена кланом Макдональд. Или семьей Макдональд, кому как удобнее. В Шотландии обычно такие большие семьи называются кланами. И клан Макдональд владел этой дистиллерией на протяжении 90 лет. То есть, в общем-то, по сути, до 21 века, до начала нулевых. В 2004 году соответственно, были у дистиллерии свои взлеты и падения. Были периоды, как и у всех, в общем-то, дистиллерии в Шотландии. Мы уже говорили об этом во время сухого закона в Америке, когда был сухой закон. Это началось с 20-х годов. Сначала 20-х годов, до середины 30-х. В 33-м, по-моему, отменили, насколько я помню. Было тяжелое время для шотландской индустрии. Практически не выпускалось там виски. Был такой застой. Потом стали опять выпускать. Опять начал, как бы, возрождаться. Началась Вторая мировая война. Вторая мировая война, как известно, зерно являлось стратегическим сырьем. В том числе и ячмень являлся стратегическим сырьем. Вот. Поэтому, хотя, в принципе, производство виски не останавливалось в это время, но гораздо меньшими объемами. Плюс, была большая проблема поставлять его, в частности, в Америку. Америка на то время, я думаю, даже и, в принципе, и сегодня, до сих пор является основным, как бы, иностранным покупателем шотландского виски. Вот. А в те годы, так уж точно. Вот. И была очень большая проблема во время Второй мировой войны поставлять, потому что конвои были, война, соответственно, на море, конвои их бомбили. Все мы знаем известные все вот эти истории. Вот. С ландлизом и прочее, прочее, прочее. Ну, неважно. Не об этом мы сейчас. Были свои периоды. В 50-х годах, после войны, сразу, в 48-м, началось опять производство. Вот. Производство начало расти. В процессе, вот этих лет, 50-е, 60-е, 70-е, дистиллерия Гленмораджи, в общем-то, росла и развивалась. Добавлялись постоянно новые перегонные кубы. В 70-х добавилось еще 4, по-моему. Вот. В 80-х тоже. Ну, и, соответственно, вот новая у нас эпоха наступила, 2000-й год. В 2004-м году дистиллерия была приобретена у семьи Макдональд. Она была приобретена концерном, который называется Moet Hennessy Louis Vuitton. Наверное, все знают все эти 4 названия. Moet Hennessy – это Moet Chandon, если кто-то знает, известная шампанская французская. Это был известный французский концерн. До этого этот концерн был Moet Hennessy, который объединился с концерном Louis Vuitton, всем известным фэшн-брендом, который вы наверняка все знаете, дорогим. На сегодняшний день Moet Hennessy Louis Vuitton – это концерн довольно большой, который занимается, который имеет ритейл магазины, сети магазинов, сети магазинов фэшн, сети магазинов алкоголя, в частности, производства алкоголя, соответственно, шампанские, коньяки, и в том числе вот у них в активах имеется такая замечательная дистиллирия, как Glen Morange, которая производит великолепные виски. Кстати, вопрос на засыпку. На засыпку, соответственно, в тему за год вы, естественно, догадаетесь. Скажите мне, какое Single Malt, какой шотландский односоладовый виски самопродаваемый в Шотландии? Именно в Шотландии. Наверняка все догадались. Это Glen Morange. Glen Morange, причем очень давно, с 83-го года статистически самопродаваемый Single Malt в Шотландии это именно Glen Morange. То есть, сами шотландцы в основном пьют Glen Morange. На сегодняшний день Glen Morange производит 10 миллионов, примерно 10 миллионов бутылок в год односоладового виски и Single Malt различные, линейка у них довольно обширная. Может, вы заметили здесь вот у нас тоже я поставил, чтобы вы тоже, так сказать, познакомились. Ну, мы сейчас задронем их линейку, собственно. Вот. Так вот, из 10 миллионов бутылок примерно 6, от 6 до 6,5 миллионов в год продается именно в Объединенном Королевке. Не только в Шотландии, но вообще во всей Британии. Вот. И это, в общем-то, очень серьезный показатель и дорогого стоит, потому что, как вы сами понимаете, у шотландцев и у британцев выбор виски, ну, наверное, самый лучший, потому что, в общем-то, они находятся именно там. Вот. И могут выбрать. и поскольку они пьют уже почти больше 30 лет основной продаваемый Single Malt это Glenmorangie, значит, это говорит о многом. Забегая вперед, скажу, что Glenmorangie, которую мы сегодня обсуждаем, это Glenmorangie Original. Это Glenmorangie серия, которая продолжила, была у них серия просто 10 лет. Glenmorangie Original заменил эту старую серию. Бутылки были немножко другие. Это тоже, это, кстати, тоже сменилось, дизайн бутылок сменился после того, как концерн Моэ Хеннесси Луи Витон купил Glenmorangie, они сменили. Раньше были немножко другие бутылки, они были более такие округлые. Кстати, о птичках один из первых Single Malt, который я попробовал вообще, купил, я его помню, в Duty Free, это было где-то то ли в 94-м году, но тоже лет 20 назад, это как раз был Glenmorangie тогда 10-летний 10 years old. Сегодня Glenmorangie Original это как бы продолжатель этой серии, хотя он тоже, в общем-то, имеет H-statement и он тоже 10 years old. Если обратите внимание, здесь написано буквами, не цифрами, 10 years old. у нас он 10 years old. Хотя он и 40% алкоголя имеет, только минимальную крепость, в отличие от этих великолепных бутылочек, которые имеют 46% и которые 12-летние и не являются, не проходят холодную фильтрацию, 10-летний имеет холодную фильтрацию, но цвет у него абсолютно натуральный, Glenmorangie не добавляют цвет, не добавляют карамель в свои виски, что тоже, в общем-то, похвален. Но скажу сразу, 10-летний Glenmorangie это зрелый, абсолютно состоявшийся полностью великолепный напиток. Не уступает даже некоторым выдержанным Glenmorangie из тех, которые я пробовал, из тех, про которые я читал, мнение не только моё, многих специалистов. И в общем-то давайте нальём и продегустируем с удовольствием я это сделаю. Если один из моих, кстати, любимых, из тех, которые не торфяные, как вы поняли, Glenmorangie не делает торфяные виски, Glenmorangie имеет характеристики такого типичного хайленда, вот, и очень фруктовые вот такие нотки. Выстаивается Glenmorangie у нас в основном, вот именно мы имеем сейчас говорим о купаже десятилетнем, вот, он выстаивается в основном бочках из-под бурбона первого или второго наполнения, чаще всего бочки очень качественные, что ещё отличает, примерно с 2000-х годов, вот, когда мой Shandong Louis Vuitton купили, они начали в десятилетний, вот, почему изменили, в общем-то, как бы, логики особо никакой нету, то есть, был раньше десятилетний, стал десятилетний Original, вот, но на самом деле он видоизменился, то есть, он не такой, как был раньше, в том плане, что они стали использовать, примерно, начали они где-то с 10%, и сегодня дошли до 30-35%, они используют в этом купаже бочки, тоже бывшие из-под бурбона, но которые сделаны определенным образом, бочки называются конусюр каск, которые сушатся определенным образом, обрабатываются, обжигаются определенным образом, бочки очень-очень качественные, и именно в этих 30%, примерно сегодня 30-35%, исходя из той информации, которая есть, которую я прочитал в интернете, они используют, поэтому качество очень-очень хорошее, за счет того, что очень качественные бочки, именно бочки из-под бурбона. Давайте я добавлю чуть-чуть, я вам скажу сразу, забегаю вперед, можно в принципе не добавлять, но я добавлю чуть-чуть, все равно он дает определенное водичка, все-таки капелька водички, очень хорошо, она все равно раскрывает, это очень великолепно, смотрите, какой великолепный цвет у нас натуральный, амбер, наверное, плюс один, такой совсем легкий, поскольку бочки из-под бурбона, они не дают такой активный цвет, как, например, вот бочки из-под порта, или бочки из-под керриса, кстати, здесь, если обратите внимание, цвет более насыщенный, гораздо более насыщенный, вот, но это тоже натуральный цвет, не добавляется здесь карамель, но за счет того, что одно выдерживается, точнее, финишируется в бочках из-под керриса, второе в бочках из-под порта, причем порта, тауни порта, то есть темный порт, вот, за счет этого вот такой насыщенный цвет, причем два года они финишируют, кстати, Гленморанджи является пионером, в общем-то, в использовании различных бочек из-под кроме, конечно, бочек из-под херриса, которые использовали все в виски индустрии довольно давно, Гленморанджи начали экспериментировать с всевозможными финишами, у них есть в линейке, вот в этой же линейке 12-летних есть еще самый дорогой, кстати, из этой линейки, эти стоят одинаково, есть еще, который называется Конто Дор, который финишируется в бочках из-под вина Southern, порт всевозможные у них есть, они пробовали сфинишировать и выставить в бочках из-под шардоне, в бочках из-под всевозможных красных вин, не буду говорить точно, но они были одни из, точнее, пионерами, в общем-то. после них все остальные компании начали тоже делать и брать всевозможные бочки и экспериментировать. Некоторые эксперименты были очень удачные, некоторые эксперименты не очень удачные, вот, но Гленморанжи, в общем-то, были пионерами в этом деле. Давайте мы продегустируем, давайте на запах, шикарный у него нос, нету никаких таких off-notes, как я говорю на английском, такие тона, которые немножко, то есть отбивают вот эти вот, иногда бывают, я говорил о них, самогонные тона, я их называю, вот, у Гленморанжи абсолютно нету и очень, очень фруктовый у нас идет запах, у нас богатые цитрусовые оттенки, то есть оттенок лимона, очень такой насыщенный причем, оттенок нектарина, у нас присутствует яблоко, причем яблоко, знаете, не зеленое яблоко, вот часто у меня ассоциации, когда я нюхаю, например, Гленфидих, к примеру, там четко выражено яблочное зеленое тона, вот этот вот Смит, зеленое-зеленое яблоко, вот здесь как раз более желтое яблоко, я бы сказал, то есть не красное, но желтого плана яблоко, не зеленое, более сладкое, сладковатый привкус, у нас присутствует естественно ваниль, потому что соответственно это основная характеристика бочек из-под бурбона, и у нас присутствуют специи, специи, да, mild spices такие, очень хорошие, очень классный запах, очень насыщенный и очень-очень богатый, то есть у него много оттенков, но оттенки именно вот этих тонов, то есть фрукты, свежие фрукты, мед, яблоки, цитрусовое, вот то, что я сказал, давайте попробуем на вкус, очень хорошее, очень хорошее, свежая ваниль, причем знаете, оттенок вот такой даже, я бы сказал, как вот ванильная палочка, да, вот вы знаете, есть ванильная палочка, да, которую используют в кулинарии, в частности, в десертах очень часто прям бросают там какой-нибудь Гленд Вейн, в тот же бросают ванильную палочку, именно палочка, или ее натирают и счищают с нее вот этот вот ваниль, вот именно вот запах этой ванильной палочки, то есть точнее вкус, очень такой кремовый у нее вкус, тирамису наверное присутствуют вот эти вот, знаете, вот десерты такие вот, кремовые, тофу, тофу точно, абсолютно точно, и финиш у него очень-очень долгий, и я бы сказал, такой фруктовый, знаете, прям, прям оно отдает фруктовый оттенок, виски великолепны, шикарны, доступны, очень доступны в плане цены, хотя до недавнего времени, в Израиле в частности, он был не очень доступный, потому что, так что мы поставим, мы поставим вот эту оценку, абсолютно заслуженно, 88 из 100, да, 88 из 100, до недавнего времени завозила его компания, которая называлась, я не знаю, на английском, наверное, она будет Франц-Израил, компания, которая завозила Гленморанжи, ну, они завозили, естественно, большую гамму всевозможных напитков, вина и прочее, прочее, из виски у них было Гленморанжи, они завозили Хайланд-Парк, Скапу, и они завозили Аркбек, и компания, конечно, была очень мерзкая, и политика компании была просто очень-очень-очень неправильная, я бы сказал, в итоге, после реформы, все эти, насколько я знаю, все эти компании отказались с ними работать, и сейчас завозят их другие люди, благодаря тому, что так получилось, другие крупные компании купили стоки вот этих всех напитков, Аркбек, Гленморанжи, в частности, и сейчас можно, распродают их, сейчас как раз этот момент, когда можно вот эти виски купить за очень хорошую цену, вот, и я, кстати, в свое время писал несколько дистиллировых письмов, с тем, чтобы они посмотрели на своего партнера, потому что, соответственно, это был у них единственный дистрибьютор здесь, который закупал у них все вот эти вот виски, которые я назвал, вот, и я в свое время писал письмо, чтобы они рассмотрели, и обратили внимание на ту политику, которую проводит компания, которая, то есть, ну, было буквально до абсурда доходило, когда артбек, 10-летний артбек, который, в общем-то, там, в Англии стоит порядка, ну, если перевести на наши деньги, 200 шекелей, здесь стоил 650, то есть, ну, какие-то нереальные, невообразимые цены, вот, слава богу, сейчас немножко все по-другому, вот, очень рекомендую, очень рекомендую, великолепный напиток, если кто-то любит не торфяные, ищет фрукты, свежесть, ягоды, мед, и вот такие все вот эти вот оттенки, вот эту гамму всю вкусовую, вот, нет проблем, не ошибетесь, можете покупать, ну, вот, в общем-то, на этой нотке я и хотел закончить, надеюсь, обязательно я продегустирую и мы поговорим про вот эти два Гленморанди, которые тоже заслуживают абсолютно точно нашего внимания, тоже шикарные напитки, но это уже будет в следующем выпуске, пейте мало, пейте ответственно, пейте крепкие напитки, меня можно найти здесь, спасибо за внимание, до свидания.